Добрый день Добрый день Антон Павлович Чехов как-то сказал очень хорошие, замечательные слова Как много в России хороших людей Вот он к вам тоже обращался Так было всегда Потому что забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем мирам Служить Отечеству в душе, в характере, в культуре нашего народа В великой истории России героический порыв добровольцев, защищавших Отечество Вот сейчас только вспоминали о Великой Отечественной войне Я вспоминаю о том, что мой отец Владимир Спиридонович Путин Имея на руках в 1941 году Так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу Добровольцем ушел на фронт Подвижничество первых в мире сестер милосердия Труд земских врачей и учителей Добрая воля тех, кто отдавал свои средства на школы, больницы, храмы Энтузиазм участников грандиозных проектов и строек Эти традиции сегодня ярко воплощались в движении добровольчества и волонтерства Оно объединило людей разных возрастов, разных профессий в стремлении делать добро Быть там, где нужны их знания, опыт, участие, бескорыстная помощь, теплота, сердец и сострадание Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях Помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях Сохраняют природу и нашу памятник культуру, нашу культуру Восстанавливают имена погибших солдат Помогают в проведении крупнейших международных мероприятий Таких примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом становится все больше, больше и больше Убежден, именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков Складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом Привет А это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи И в этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера АПЛОДИСМЕНТЫ Это станет... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку Оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны Это будет ваш год Год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России Спасибо вам АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что вы сегодня чествуете лучших волонтеров и добровольцев. Хочу поздравить тоже победителей. Присоединяюсь к тем добрым, искренним словам, которые звучат в ваш адрес. И желаю вам успехов. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Владимирович, у нас к вам маленькая просьба. Мы сегодня чествуем лучших из лучших. Сегодня такой большой праздник у молодежи нашей страны. И просим вас вручить статуэтку, главный приз в самой престижной номинации. Номинации. Победителем в номинации «Волонтер года» становится руководитель общественного международного проекта «Сохраним Байкал. Максим Токарев». Максим, расскажите, о чем говорили с президентом сейчас. Чем я занимаюсь на Байкале? Спасибо большое за то, что оценили мой труд в делах сохранения озера Байкала. Спасибо семье и моей команде. Здесь я сейчас бы не стоял без них. Благодарю за такой потрясающий праздник. Для добровольцев очень важно знать, что дело их бескорыстное. А самое главное, то, что оно оценивается. И нам важно видеть, как много внимания уделяется добровольчеству в нашей стране. Друзья, это так замечательно, что в следующем году объявили годом добровольца. А это много значит для миллионов людей во всей России. У добровольцев очень большие планы на будущее. И многое нужно сделать. А у нашей страны очень большие планы на добровольца. Скажите, Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся, с нами? Я всегда с вами. Ведь я уже сказал, у нас это семейное. Владимир Владимирович, Максим, я так понимаю, вместе с нами хочет спросить. Ну, уже многие приняли решение и объявили о своих планах на весну 2018 года, о том, что они будут баллотироваться в президенты Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вы будете принимать участие в выборах 2018 года, баллотироваться на босс президента? Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии. Если люди доверяют и поддерживают. В этой связи... В этой связи вы мне задали вопрос через вашего ведущего. В этой связи у меня вопрос к вам. Если я такое решение приму, если я такое решение приму, то вы и люди близкие к вам по духу поддержите это решение. Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время. И оно будет принято в ближайшее время. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Владимир Владимирович. Спасибо. 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 Вам всем удачи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»